Здравствуйте, друзья! С вами непременный Роман Душкин, и это видео шпаргалки по искусственному интеллекту. Мы продолжаем рассмотрение эволюционного подхода в грязной парадигме искусственного интеллекта, то есть восходящей парадигме. И сегодня я вам хочу рассказать такую баечку. У меня, в принципе, много всяких баечек, которые я люблю рассказывать. Но поскольку у нас изучение генетических алгоритмов, то сегодняшняя баечка – это прикладное применение ГАА. Например, ГАА – генетический алгоритм. Помните, как я уже много раз говорил, что в сокращении ГАА все люди, которые знают искусственный интеллект, однозначно обшифровывают как генетический алгоритм. Так же, как и ИНС – это искусственные нейроны. Так вот, давайте я вам расскажу баечку. Однажды мы, будучи в деревне со старшим сыном, нашли, так скажем, древнюю записку, на которой были какие-то цифры. И, собственно, мы сразу поняли, что это шифровка. Шифровка где-то из прошлого века, потому что эту записку мы нашли в Кровеческом музее. И, собственно, люди в музее нам сказали, что никто не смог ее расшифровать. Ну, естественно, все предполагали, что это шифровка, но никто не мог ее расшифровать. И мы сфотографировали эту записку и попытались с сыном расшифровать. Проблема была в том, что в этой шифровке было большое количество разных вариантов цифр, чисел. И там использовались числа от нуля, от 0,0 до 99. Сто разных чисел использовалось. И их количество, то есть вот сто чисел. И когда мы построили частотную диаграмму для того, чтобы применить метод частотного анализа, получилось примерно так, что каждое число, которое использовалось, она в инстаграмме была примерно вот такая. То есть примерно вот такая вот ровная инстаграмма. Собственно, это натолкнуло меня сразу на мысль, что используется пропорциональный шифр. Пропорциональный шифр. Этот шифр как раз предназначен для того, чтобы сделать частотный анализ невозможным. И он достаточно простой, и при этом очень сложно взламываемый. И изучив как бы литературу, стало понятно, что в 19 веке в России использовался как раз пропорциональный шифр для... Повсеместно использовался для того, чтобы обеспечить секретность переписки. В том числе, например, в дипломатических каких-то записях этот шифр использовался. Идею пропорционального шифра можно объяснить таким образом. Если у нас есть буквы алфавита, например, А, Б, В, Г, Д, Е, Ять, Ж, З и так далее. И, и десятиричные, К, Л, М, Н и так далее. То у каждой буквы есть частота какая-то, частота ее проявления в текстах. Допустим, у А это может быть 0,15, у В это может быть 0,07, у В 0,05 и так далее. И вот сумма этих всех частот равна 1. Соответственно, это фактически процент, то есть вероятность проявления того, что какой-то символ в зашифрованном тексте является вот этой самой буквой. Так вот, идея пропорционального шифра заключается в том, что мы берем вот эти вот частоты проявления символов в тексте и каждому символу назначаем то количество символов криптоалфавита, которые пропорциональны его частоте. И тогда у нас получается примерно вот такая вот ровная гистограмма частотности. Ну, почему? Потому что если у нас, допустим, мы берем 100 символов, то полтора символа мы используем для буквы А. Но 7 символов мы используем для буквы В и так далее. Ну, как бы для таких частот лучше использовать 1000 символов, и тогда для буквы А будет использоваться 15 символов, для буквы В 7 символов, для буквы В 5 символов и так далее. И, собственно, при шифровке мы просто используем случайную выборку. Вот если мы в тексте встретили букву А, и у нас есть 15 символов для нее, то мы бросаем монетку из 15 сторонами и случайным образом убираем тот символ криптоалфавита, который мы используем для А. 0.1, 0.2 и там 15. Вот мы выбрали, допустим, 0.9. И вот мы 0.9 используем в криптотексте для того, чтобы представить А. 0.9. А в следующий раз, когда мы А используем, мы снова бросаем монетку, и, допустим, это будет 0.8. Вот. Соответственно, эти два разных символа криптоалфавита указывают на один символ открытого текста, букву А. И так шифруется пропорциональный символ. Расшифровать его практически невозможно, используя обычные, доступные простому человеку методы криптоанализма. Собственно, когда мы разобрались со старшим сыном Беттом, мы решили написать генетический алгоритм, который позволит нам расшифровать эту шифровку. Какова была идея? Популяцией является предположение о том, что предположение о распределении букв алфавита среди вот этих 90-100 символов. То есть у нас есть символы 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 и так далее. 97, 98, 99. И вот мы каким-то образом должны были распределить символы нашего обычного алфавита, вот этого русского дореволюционного алфавита, среди этих символов. Распределить с учетом частотности проявления этих символов в обычных текстах того времени. Для этого мы построили свои дистаграммы частотности, и она практически не отличалась от современного русского языка, за исключением того, что букву Ер пришлось как бы увеличить в количестве. И мы сделали небольшие два, две таких эвристики. Мы объединили частотности букв Е и Ять и частотности букв И восьмеричной и десятиричной, потому что в русском языке, обычном, нашем, современном, эти буквы одинаковые. То есть Е и Ять перешло в Е, и восьмеричная и десятиричная перешло в обычную И. Все. И тогда смысла там распознавать ИЕ и Ять вообще нет. Ну, собственно, повышенная частота была только у Ера, и поэтому мы генерировали различные варианты комбинаций того, как распределены вот эти вот буквы древнего дореволюционного алфавита по ста символам. То есть, допустим, первая комбинация, это вот эти первые три буквы. Первые три символа А, потом Б, потом В, потом там, допустим, 95-96. Вот это все, это Е. Собственно, и комбинируя вот эти вот варианты, мы могли бы найти тот, расшифровку текстов. Мы сгенерировали тысячи особей начальной популяции, потом запустили генетический алгоритм, который выполняет обычную нашу процедуру, кроссинговер, мутации и так далее. И фитнес-функцией являлась подсчет частот в криптотексте. Даже не так, давайте так. Вот, допустим, у нас есть такой текст. Там 0,1, 57, 35, 43, 38, 44 и так далее. Какой-то текст. И мы при помощи нашей вот этой схемы перевода символов текста в обычные символы русского алфавита назначаем какие-то соотношения. И, допустим, 0,1 это А, 57 это, допустим, П, 35 это такой тем, 43 это Л, не Л, это скорее О или Н. Неважно. Мы какие-то символы назначили всему криптотексту, сделали такое преобразование. И фитнес-функция вычисляла полученную частотность вот этих вот символов, которые получились в итоге, и сравнивала их с частотностью обычного вот этого нашего корпуса текста в дореволюционной орфографии. И чем ближе была эта частотность к этой частотности эталонной, тем выше было значение фитнес-функции. Ну, фактически, наоборот, мы отнимали от полученной частотности эталонную частотность, и чем ближе это значение было к нулю, тем лучше. То есть фитнес-функция должна была быть нулем в идеальном варианте. Вот. Соответственно, по такой фитнес-функции мы выбирали 10% лучших комбинаций и 1% худших комбинаций. Плюс оставляли элиту в размере, по-моему, 5% элита. Запускали цикл заново. Соответственно, этот генетический алгоритм мы все туда внесли, запустили, он работал несколько дней, и в итоге расшифровал нам это послание. Там было написано, где находится сокровище, вклад, как обычно в таких случаях все это бывает. Мы поехали в то место, нашли банку с древними монетами, ну, каким древним, революционными пятаками, серебряными 10, 15, 20 копеечными монетами, ничего там ценного не было вообще. Собственно, вот такая вот интересная история произошла, где генетические алгоритмы помогли решить конкретную практическую задачу, сделали это достаточно быстро. Практически невзламываемый шифр, потому что объем текста был совершенно небольшой, чтобы применить какие-то другие методы анализа. Но при помощи вот такого умного перебора, не побоюсь этого слова, умного перебора, он был брутфорс, конечно, но с таким оптимизацией нам удалось взломать этот шифр, и, собственно, мы нашли то, что хотели. Ну, вот такая вам история. Надеюсь, это было интересно. Пишите в комментариях, как вам понравилось или нет, бывало ли у вас что-то подобное, где можно было бы применить генетические алгоритмы. Ну, и обязательно ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, зовите друзей и звоните в колокольчик. На этом все. С вами был Роман Бушкин. До новых встреч и пока.